Уход благородной ревности К скверным последствиям грехов относится то, что они гасят пламя благородной ревности в сердце, которое для его жизни и праведности, словно естественное тепло для жизни всего тела. Благородная ревность, жар и пламя сердца, которые удаляют из него все скверное и освобождают его от порицаемых качеств, подобно тому, как кузнечный мех освобождает от окалины золота, серебро и железа. И самые достойные люди, с самыми высокими стремлениями, преисполненные благородной ревности по отношению к себе, близким и людям вообще. Поэтому пророк, мир ему и благословение Аллаха, отличался наибольшей ревностью в отношении своей общины. А Всевышний Аллах еще более ревнив, о чем упоминается в достоверном хадисе. Так пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Вас удивляет ревность Саада ибн Убады? Поистине, я более ревнив, чем он, а Аллах еще более ревнив, чем я». Передали Аль-Бухари, муслим. А в другом достоверном хадисе упоминается, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в своей проповеди во время затмения, «О община Мухаммада! Нет никого более ревнивого, чем Аллах, когда раб его совершает прелюбодеяние, или раба его совершает прелюбодеяние». Передали Аль-Бухари, муслим. Поскольку этот грех относится к числу наиболее отвратительных и вызывающих наиболее бурную реакцию и гнев, то вполне уместно пригрозить совершающим этот грех наказанием от Господа и Создателя ревности. Фатх Аль-Бари. Также в достоверном хадисе упоминается, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Нет никого ревнивее Аллаха. Именно поэтому он запретил мерзости, явные и тайные. И никто не любит оправдания больше, чем Аллах. Именно поэтому он направил посланников благими вестниками и грозными увещевателями. И никто не любит прославления больше, чем Аллах. Именно поэтому он прославляет себя». Передали Аль-Бухари, муслим. Ибн Батталь утверждал, что эти слова совпадают по смыслу с аятом, «Он тот, кто принимает покаяние своих рабов, прощает злодеяния и знает то, что вы совершаете». Сура Совет, аят 25. Таким образом, под словом «оправдание» подразумевается покаяние и возвращение к покорности Аллаху. Фатх Аль-Бари. В этом хадисе упоминаются вместе ревность, в основе которой лежит неприятие отвратительных деяний и ненависть к ним, и любовь к оправданию, которая влечет за собой полноту справедливости, милосердия и благодеяния. Всевышний Аллах, несмотря на свою ревность, любит, чтобы раб его оправдывался перед ним и принимает оправдание того, кто оправдывается перед ним. Он не взыскивается рабов своих за совершение того, что вызывает ревность его, до тех пор, пока не создаст себе оправдание. Именно для этого он направил посланников и не спаслал Писание. Это оправдание и предостережение. Всевышний Аллах сказал, «Мы отправляем посланников только добрыми вестниками и предостерегающими увещевателями. Те, которые уверовали и совершали праведные деяния, не познают страха при встрече с Господом и не будут опечалены, утратой мирских благ». Сура Скотт, аят 48. Это предел славы и благодеяния, и верх совершенства. Поистине многим ревнивым из числа творений присуща порывистость, так что они карают, не давая провинившемуся возможности оправдаться, и не принимая оправдания тех, кто оправдывается перед ними. Бывает, что у совершившего какой-нибудь проступок есть оправдание, но сила ревности мешает ревнивым принять оправдание провинившегося. А многих из принимающих оправдание провинившихся побуждает к этому как раз недостаток ревности, который порой приводит к тому, что человек принимает даже оправдание, которые и оправданиями-то назвать нельзя, и считает оправданием то, что таковым не является. Подобные люди даже приводят в качестве оправдания предопределение. Ни один из двух названных типов людей не заслуживает похвалы. В одном достоверном хадисе пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Поистине бывает ревность, любимая Аллахом, а бывает ревность, ненавистная Аллаху. Ненавистная Аллаху ревность, та, которая не имеет под собой никаких оснований». Передали Ахмад, Абу Дауд, Анна Саи. Похвально сочетание ревности с принятием оправданий. Следует проявлять ревность там, где это требуется, и принимать оправдание, когда у провинившегося есть оправдание. Кто поступает так, тот действительно заслуживает похвалы. Поскольку Всевышнему Аллаху присущи все совершенные качества, то он заслуживает восхваления больше, чем кто бы то ни было. И никто не способен восхвалить его должным образом. Он таков, как он сам восхвалил себя и прославил. При исполненной благородной ревности обладает качеством, которое соответствует качеству Всевышнего Господа. А того, кто обладает качеством, соответствующим качеству Всевышнего, оно поведет за собой, введет его к Господу, приблизит его к нему, к его милости, и поможет ему снискать его любовь. Поистине он, Всевышний, милостив, и он любит милосердных, и он щедр и любит щедрых, он знающий и любит знающих, и он силен и любит сильного верующего. Такой верующий и любимее для него, чем слабый верующий. И он стыдлив и любит стыдливых, и он прекрасен и любит прекрасное, и он единственный и любит нечетное. Абу Хурейра, да будет доволен им Аллах, передает, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Сильные верующие лучше и любимее для Аллаха, чем слабый верующий, хотя в каждом из них благо. Стремись же к тому, что приносят тебе пользу, и проси помощи у Аллаха, и не слабей. И если тебя постигло нечто, то не говори, мол, если бы я сделал то-то, было бы то-то, но говори предопределение Аллаха, и он сделал, что пожелал. Ибо поистине, если бы предоставляют шайтану возможность действовать», передали муслим Ибн Маджа. В достоверном хадисе сказано, «Поистине Всевышний Аллах один, и он любит нечетное», передали Аль-Бухари муслим. «И если бы за совершение грехов не полагалось иного наказания, кроме того, что они приносят рабу Аллаха качества, противоположные этим, и мешают ему обладать этими благими качествами, то это было бы достаточным наказанием. Ведь поистине, внезапно пришедшая в голову мысль превращается в мысль навязчивую, а та превращается в желание. Желание, укрепляясь, превращается в решительное намерение, а затем становится действием, после чего становится укоренившейся привычкой и неотъемлемым свойством. Тогда уже невозможно избавиться от этой привычки, подобно тому, как не может человек избавиться, как не может человек избавиться от присущих ему изначально качеств. Суть в том, что чем теснее соприкасается человек с грехами, тем меньше в его сердце ревности в отношении самого себя, своих близких и людей вообще. Бывает, что ревность в сердце ослабевает настолько, что отвратительное перестает казаться ему отвратительным, вне зависимости от того, сам он совершает его или это делают другие. Если человек доходит до этого, то он вступает во врата погибели. Многие люди, относящиеся к этой категории, не только не питают отвращения к грехам, но и приукрашивают мерзость и несправедливость в глазах других и побуждают их к этому и всячески способствуют этому. Поэтому лишенный ревности глава семьи сквернейшее и створение Аллаха и рай запретен для него. То же самое можно сказать и о том, кто разрешает другим несправедливость и выход за рамки, установленные шариатом, и приукрашивает для них все это. Посмотри же, к чему приводит порой недостаток ревности. Имеется в виду человек, который не осуждает непристойности, совершаемые в его доме, и не препятствует жене и дочерям вести развратный образ жизни. Иными словами, это человек, не проявляющий ревности к своей семье и не заботящийся о своей чести. Своим равнодушием и попустительством он способствует проникновению непристойности и разврата в свою семью. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «На троих не посмотрит Аллах в судный день. Это непочтительно относящийся к своим родителям, пристрастившийся к вину и попрекающий тем, что дает. И трое не войдут в рай. Это человек, непочтительно относящийся к родителям, лишенный ревности глава семьи и женщина, уподобляющаяся мужчинам». Передали Ахмад, это указывает на то, что в основу религии положена ревность, и у кого нет ревности, у того нет религии. Ревность оберегает сердце, благодаря чему оберегаемыми оказываются и органы тела, которые отталкивают зло и мерзости. А отсутствие ревности умершвляет сердце, из-за чего умирают и органы тела, лишаясь способности отталкивать зло. Ревность в сердце подобна силе, которая отталкивает болезнь и борется с ней. Если эта сила уходит, то болезнь находит для себя место и занимает его, не встречая никакого сопротивления, и все заканчивается гибелью. Это подобно рогам буйвола, которыми он защищает себя и свое потомство. Как только они сломаются, враг тут же устремится к нему, чтобы напасть.